Ну что, подключили мы в стенд интересный магнитол от компании White Media, модель KS7001 QR332. Данная магнитола в включенном состоянии выглядит вот таким вот образом. Включается она моментально. Сразу при включении можете обратить внимание на настоящую, вкусную, скажем так, IPS-матрицу. Яркие, насыщенные цвета с любого угла, с любого наклона. Черткая картинка, без всякой зернистости. Прекрасно видно в солнечную погоду. Чего лишены матрицы у фирменных магнитол Пионера и GVC. Магнитолы очень шустрый сам по себе сенсор. Он емкостной, очень чувствительный. Размер панели данной магнитолы, как сказали в первом видео, имеет размер 178 на 100, что подойдет большинству автомобилей. В принципе, если нет, то ставится в любую переходную рамку. Ставится уже именно под ваш автомобиль, без всяких проблем. Смело можете слева обратить внимание на то, что стоят у магнитола дополнительные кнопки управления. Они полностью сенсорные, легко, плавно нажимаются. Они имеют подсветку, 7 цветов. Можно спокойно настроить будет под подсветку вашего автомобиля, вашего салона. То есть, они ночью, самое главное, подсвечиваются. Далее. Само по себе меню магнитолы выглядят вот таким вот образом. Стоит последняя прошивка. Десятый, кстати, здесь Android. Прошивка полностью русифицированная, допиленная нашими программистами. И, на наш взгляд, реально из магнитол самое лучшее предложение, в принципе, из магнитол на операционной системе Android. Все очень удобно оптимизировано. Убран лишний мусор. Все интуитивно и понятно. С ней разберется любой человек любого возраста. На основной картинке, основной панели, вынесено основных 6 значков быстрых переходов. Допустим, первый значок это навигация. Вот, допустим, яндекс-навигатор. Грунется ровно 2 секунды. Представьте себе, 2 секунды вы можете смело уже пользоваться навигацией. Магнитола поддерживает одновременную работу нескольких приложений. Можете хоть 3, хоть 5 приложений. Будет работать без всяких тормозов. Далее. Трубка. Это значит Bluetooth. Можно соединить телефон и разговаривать по громкой связи без участия рук. Также, допустим, слушать музыку в беспроводной связи очень удобно. Режим радио выглядит вот таким вот образом. Каждая волна выбирается, настраивается, сохраняется. Можно сохранить до 18 радиоволн. Тюнер здесь стоит последнего поколения. И один из лучших, который является на операционной системе. Android на магнитолах. Радиоприем более-менее даже уверенный, чем нежели у других конкурентов. Также, что отметить. По середине значок это быстрый переход в основное меню. Здесь собраны все самые основные приложения в прошивке. Дополнительные навигационные программы. Chrome, YouTube и прочее. Для удобства использования. Хотите, можете закачать дополнительную кучу приложений. Они будут устанавливаться у вас как дополнительный значок на новой странице. Также далее, музыка. Переход в музыку. Магнитола имеет стандартный аудиоплеер, но он очень удобный в использовании. Хорошо допиленный. Можешь зайти в абсолютно любую папку, выбрать абсолютно любой трек. Воспроизвести его. Перемотать на нужный момент. Магнитола отлично понимает теги. Также, что отметить, есть всевозможный такой режим, как называется, сердечко. Нажимаем, допустим. Допустим, трек понравился, нажали сердечко, у нас попадает в папку избранная. Чтобы его потом нам долго не искать, перешли и выбрали. Без проблем. Далее. Одно из главных преимуществ данных магнитол. Это аудио. Вообще, в принципе, здесь стоит крутой усилитель. Японский. Замечу. Тошиба. Данная магнитола по звуку ничем не уступает фирменным GVC, Kenwood и прочим. Вы посмотрите только на эквалайзер данной магнитолы встроенной. Он идет 16-полосный. Каждую полосу можно настроить на свое усмотрение. Или воспользоваться преднастройками. Также, дополнительные настройки, как объемный звук. Каждый динамик можно настроить, чтобы он играл от скольки. Скажем, не от скольки, а какое расстояние там и прочее. Дальше. Есть такая настройка, как улучшение баса. Настройка звукового поля. То есть, по-другому. Это настройка, отстройка сцены. То есть, например, есть тут баланс слева-право, фейдер. Дальше есть такая настройка, как фильтр баса, который лишены многие магнитолы, в принципе. По звуку здесь... Реально, друзья, даже если эта магнитола не имеет процессора, по звуку она очень достойна внимания. Смело можно на этой магнитоле собирать крутые аудиосистемы, ставить дополнительные усилители. Магнитол это позволяет. И удовольствоваться звуком. Далее, режим видео. В каждый видеофайл можно зайти и выбрать. Как мы сказали, да, матрица IPS. Вы посмотрите только на картинку. Очень круто. Любое качественное видео, хоть 4К, хоть любой формат, магнитолы будет воспроизводить без всяких проблем. Допустим, удобно. Вы можете с YouTube включать детям мультики или смотреть какие-нибудь там приколы, либо еще что-то. Очень удобно. Ну и типа вот, даже обратить внимание, он здесь идет встроенный. Ну и последний значок это настройки. Здесь есть настройки андроида, само настройки самого устройства. Также есть все возможности настройки Кана, если у вас машина подключается по Кан-шине. Все это магнитола умеет и может отстраиваться. Также можете без проблем к ней подключить OBD-сканер. Удобно. Магнитола имеет, как вы сказали, или не сказали, уже забыл, 10-й андроид. Постоянно обновляемая, дорабатываемая прошивка. Этот продукт является, на наш взгляд, лучшим для 2021 года. Данные магнитолы очень высоко оценили, как ни странно, таксисты, потому что у нас берут их очень много, потому что они часто используют очень много навигационных, всевозможных и дополнительных приложений для работы, для того, чтобы разгрузить телефон и убрать его в сторону, чтобы это было все в машине. Они остались очень довольны. Как обычный пользователь, здесь даже будет более чем все круто. Для продвинутого пользы здесь тоже все понравится в плане скорости работы и возможностей. В общем, крутая магнитола под названием серия KS, модель 7001, QR-332. Все то же самое содержит магнитолы под названием KS 6901, QR-332 для автомобилей Toyota. Точно такая же прошивка, точно такое же меню, точно такие же кишки в наличии.